После Шахтерской, видишь, как бы уже пошли направления. Пошел Лавайский котел, а потом Степановка, ну, соответственно, Снежу Мой. Да, то бишь, мы когда находились, и мы видели то, что когда трехэтажка, когда Снежу Мухнула, когда ее тупо вот так вот. Вот. Мы туда выезжали, смотрели, как бы это все дело, то бишь, сразу по горячим следам. Ну, получилось так, что после Шахтерска, именно у города Шахтерска, мы выглянулись на наш Шахтерский район. Это была Мануловка, это была Степановка. В Мануловке было все в порядке, ее контролировали, Семеновский батальон. Вот. Но получилось так, что, находясь там, где-то, может быть, не пять, штаб города Снежного, поступила новость. Я не знаю, правильно, на тот момент, где я там не находился, не знаю, именно в штабе, о том, что был прорыв на сортаете блокпост Степановки, о том, что ее контролируют теперь, ну, ВСУ на ЦИКе. Командир прибыл, там, где мы находились, довел, и, ну, было так. У нас построили и сказали, кто хочет выгрузить. Кто не хочет, мы все понимаем. Кто хочет. Ну, получилось так, что оказались добровольцы, вот, и, в общем, еще пару ополченцев. Ну, в этих парах оказался я, и мы вытянулись вместе с ними. Соответственно, я уехал в первую партию туда. Прибыл туда, в Степановку, ну, в общем, мы сразу, по большим садам, прибыли, там уже были трупы. Там уже были трупы с нашей стороны, и с ихней, наши, конечно, вот, сразу вывезли, ну, их еще были. Какая получилась ситуация? Шахтерск, Шахтерск, как к тому, опять же, будет так и повторение, тот же же великий полководец Муженко, да, красиво в фильме Рейд, который они так рассказали, показали, рассказывал, гордился тем, что операция по Шахтерску была очень хорошо спланирована, подготовлена, да. Ну, все знаем о том, что они дали с Дебарцева, и по карте мы понимаем, как они, ну, то есть, я новое сейчас не скажу, если буду перечислять. Просто понимаешь, какая ситуация? Все те силы, которые были брошены на Шахтерск, после Шахтерска они были брошены на Степановку. И получилась ирония судьбы о том, что те, кто с ними воевал в Шахтерске, встречаются с ними в Степановке. То есть, того, кого не добили в Шахтерске, сейчас предстоит нам возможность добить Степановке. Ну, вообще так. Просто на тот момент мы этого не знали. Это уже потом уже начало выясняться. А так вообще вроде так интересно, да, нормально так. Опять сладко-новое. Может, там что-то кого-то там, ну, мало ли. Мало, может быть, заруба была на прикладе, да, да. И, значит, сразу, короче. А получилось так, что ребята, кто был со мной, они были на Абтуре. И мне говорят, ты тоже будешь на Абтуре. Я даже не знал, я думал, Абтура это, я думал, кто-то командир какой-то. Я не думал, что это противотанка, управляемая ракета. Короче, пришлось учиться во время войны. Ну, не было школы, там, подготовителя, устного рассказа. Но получилось так, что мы стали именно на дороге смерти. Это был асфальт, это была центральная дорога, это была дорога смерти. Те, кто контролировал до нас местное ополчение, они контролировали дерево. Я же контролировал дорогу, и мой товарищ Игалаш, доброволец, со своим расчетом контролировал именно зеленую. Все. Соответственно, ну, как бы ни было, все понимали прекрасно, что... Ну, дорога. Самое такое, это была дорога. То есть, мы реально были измертны. Потому что до границы там было не так уж много. Пауэрот был интересный. Соответственно, мы даже могли бы не успеть. Ну, сам понимаешь, это все расстановлено. Ну, в общем, первые сутки, первые сутки боев, реально, в натуре мы отдыхали только час. Ну, просто не было, просто не было возможности, потому что нам насыпали, мы в ответ тоже насыпали. Нам начали искать, где только можно, фаготы, заряды на птур. Потому что мы начали делать ветер, перемены. Ну, где-то за трое суток, наверное, может быть, чуть больше, меньше. Ну, не будем там сильно углубляться. Нашими силами было уничтожено 16-11-ти. Это входило танки, БМП, БТР, Уралы, Камазы. Соответственно, жилая сила. Соответственно, против нас уже воевали и наемники. Именно кто не с Украины. Как бы, ну, мне кажется, ребята думали, что после поражения в Шахтерске, они, как бы, знаешь, смогут там, как бы, себя показать. Опять же, там не получилось. Мне кажется, это их не состояние было. Потому что против нас были еще и погранцы, и морбехи. Вот. Как будто, ну, будем так говорить, у них было серьезное движение такое, серьезная сила. Вот. Но как-то захлеблось это все. Мне кажется, это, наверное, их разбило, все уничтожило. Поэтому мы начали, как бы, им... Конечно, находя Степановки, они очень сильно ее разрушили. Это видно даже до сих пор. Там очень сильно она разрушила. Она очень сильно пострадала. Находя даже, у них был штаб, сделанный Сашковой. Находя даже там, они тоже там умудрялись. Именно население, там, как бы, они кошмарили. И вели нехороший образ жизни. И выпивали их даже на кадрах. Именно на кадрах реально было замечено, как они валялись в шприцы. Как валялась даже та документация, которая секретно-офицерская. Как бы, ну, эти все боевые журналы, эти все боевые... Ну, как бы, когда ты не должен его просто... Как бы, должен его уничтожить, не знаю. Либо, я не знаю, либо с ним бежать, с этим всем. Они просто бросить и саму бежать. Мы же побросали все свои вещи, все, что можно было. Ну, только это уже уже не стали бросать. За ужин кикар. Вот. Ну, благодаря, конечно, этой схватке, я думаю, что миф о том, что ополчицы стояли с дубинками, с палками, он начал развеяться. Почему? Потому что появились первые у нас грады. БМДшки. Вот у нас появились. И, по-моему, БМПшки. Ну, по технике вот было. И как раз, что на особо ремонтах в граде поменяли колесо, ихнее же запасное. А те-то просто потом технику просто там шаманили, укрепляли. Ну, такое. Ну, как бы вообще нормально она выдвигалась. Что не выдвигалась, или вытягивали. Ну, как бы такой нормальный подарок. Я лично выхватил этот тух трофейный. Их было три штуки. Ну, саранчо не успеешь. Поэтому я только выхватил один. Вот. Он чуть-чуть подгорел, но нормально. А выхватил фаоты, но они все были уже не способны на боевые действия. Они просирали их, короче. Вот. Ну, в общем, нормально так мы где-то. С ней 10 точно так хорошо было, жарко было вообще. Потом стало скучно. Никто уже не воевал, уже никто не так. Мы даже, кстати, когда привозили их на эти все вещи, которые они поворосали к нам, связывались по всех них телефонов, с ихними этими, и каких-то, короче, по-братымам. Ну, в общем, просили вещи передать, отдать. Ну, на что, как бы, поступал им ответ, что приходите, заберут. Не хотели. Ну, это такой лирик. А так было то, что, значит, выезжает машина гражданская, подъезжает где-то на уровне, там, метров 700-800, машет белыми тряпками, потому что, типа, резко выкидывается 4 домовые шашки, и все. В чем был маневр? В том, что в той технике, сгоревшей подбитой, которую мы уничтожили, там были не совсем наши, там были именно вот эти вот наебники, и сами тела, что осталось, ну, что смогло, как говорится, сохраниться, и документы. Поэтому я понимаю, что, коль там были спецподразделения, я думаю, что какая-то из этих групп выдвинулась, и, соответственно, улики. Потому что, когда перед этим мы проезжали, стоял Урал, и где сидит водитель, ну, было там немножко тело. И когда мы уже после того маневра, снова выделяли, уже ничего не было. Знаешь, как будто никого не было. Топля, только железо стоило, и все. Соответственно, все почистили, все убрали. Ну, мы тоже не могли срозумиться, потому что еще была война, еще была перестрелка, рисковать. И они тем временем воспользовались. Далее. Была провокация, когда выдвигалась скорая машина через наш блокпост. Вот. Значит, при досмотре и осмотре, при остановке ее, внутри оказались пассажиры в виде подполковника, майора, полного капитана, вооруженных сил, вооруженных сил Украины. Ну, как бы, все были их рады видеть. Все поздоровались. Это с той шутки, когда какой у тебя размер ноги? Не хочешь ли ты его на лицо получить? Ну, как бы, такого, знаешь, плана. Ну, в общем, суть чего? Просто хотели приехать посмотреть, как это, что, вообще, что-то творится, вообще, кто тут стоит. Приехали, посмотрели. Ну, поехали дальше, в общем, вон. Ну, направление, куда они хотели. Ну, такой, знаешь, как бы, ну, абсурд уж, абсурд.